В 1917 году было много интересных исторических событий, которые, ну, дай бог, чтобы и не повторялись никогда больше. А вот о чем писали газеты в этот день, 18 апреля, 100 лет назад, мы сейчас узнаем. Надо сказать, что 18 апреля газета вышла очень-очень мало. На эстонском языке буквально 3-4 газеты, на русском языке я нашла только одну газету, которая вышла 18 апреля ровно 100 лет назад, называлась она «Известие Ревельского совета рабочих и воинских депутатов». Я так полагаю, что все-таки было пасхальное время, и действительно у всех нормальных издателей был выходной день. И только у рабочих и воинских депутатов не было выходного дня, а было у них 1 мая, 18 апреля. Это в связи с переходом на новый календарь? Да, и вся газета просто была усыпана лозунгами, воззваниями, вот как будто мы читаем старорежимные советские газеты. Например, на первой полосе можно, вот, вы видите... Писать было не о чем, чтобы и шлисть покупнее. Да, здравствует первый свободный праздник труда, праздник 1 мая. Да, здравствует правильное распределение труда и отдыха. 8 часов обязательного труда, 8 часов общественной работы и умственного отдыха, и 8 часов физического отдыха. Да, здравствует Демократическая республика. Глядя на оформление этой страницы, меня терзают смутные сомнения, что речь идет не о периодическом издании, а о листовке распространенной 1 мая. Нет, там было 4 полосы, и все они были посвящены именно 1 мая. На следующей странице объяснялось, почему 18 апреля оно празднуется, вот в связи с переходом на новый календарь. А, вот тут уже более убористым шрифтом все набрано. Да, да, да. И более того, очень подробно пишется о том, как правительство относится к демонстрациям в честь 1 мая, как трудящиеся переживают по этому поводу, сколько кровопролитий было совершено, и все-таки теперь трудящие себя могут отмечать 1 мая как следует и так далее. В общем, вся газета была этому посвящена. Я уже не буду приводить все эти статьи, потому что они достаточно однообразны. Кстати, Пасхе вообще не уделялось никакого внимания в этой газете.